Приветствую вас. Давайте разберем ваш текст, который вы написали. Я вам отвечу сначала на ваши вопросы, которые вы задаете, а после разберу ваш текст и постараюсь дать необходимые вам рекомендации для того, чтобы вы смогли с минимальными потерями для себя выйти из данной, пусть и непростой, ситуации. Итак, что мне делать сейчас? Итак, сейчас вам нужно поделиться с психологом тем, что с вами происходит. Ваша любовь к нему очень похожа на освобождение чувств. То есть, вот, знаете, такое состояние, когда человек замечает, что он может чувствовать. То есть, вот, ваш психолог, ну, помог вам раскрыть себя, помог вам почувствовать себя более свободно, да, более полно. Полно. И эта полнота выявилась в том, что, проявилась в том, что вы его начали любить, начали воспринимать его несколько по-другому. Ну вот. Поэтому, данный аспект нужно обсудить. С ним, я уверен, что он вам поможет. Это первое. А второе, значит, да, он сможет вам помочь. Не говорить ему, это значит нарушить процесс консультации. Так, значит, наверное, вы скажете, что консультации необходимо прекратить. Да. Здесь у вас какая-то детская позиция, заискивающая позиция, виноватая позиция. Если вы испытываете чувство вины за то, что произошло, в том числе и перед своим мужем, например, вот, то данный вопрос тоже нужно обсудить с вашим психологом, вот, вот, потому что это тоже важный терапевтический момент. Чувство вины за свои порывы, за свои желания какие-то, за свои эмоции какие-то, вот, это все. Это все являются терапевтическими аспектами, вот, потому что, ну, вот, вот, сами просто обратите внимание, что вы вкладываете в эту фразу свою. Наверное, вы скажете, что консультации необходимо прекратить. Да. Даже спрашивает ребенок, виноватый ребенок. Так, как после этого, я снова смогу обращаться к психологам, если мне понадобится. Ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, никакой какие рекомендации я вам дам. Ну, еще дальше по ходу ответа. Но уже сейчас могу сказать, что, с одной стороны, с одной стороны, психолог обращает внимание на настроение и состояние клиента, тонко чувствует с ним связь и корректирует свое отношение к нему. То, что случилось у вас, свидетельствует о, вероятно, свеже некоторых проблемах в контакте с вами. То есть, я верю в то, что вам с ним хорошо, я верю в то, что вы чувствуете себя с ним превосходно, я верю в то, что вам с ним комфортно, это я верю. Но я говорю все же немножко о другом, да, я говорю о том, что психолог здесь недостаточно, как мне видится, полно простроил вот цели и способы работ ваших. Вот. Поэтому обращаться вы можете либо к психологу-женщине, либо к специалисту, который будет соответствовать тем условиям, которые я назову чуть позже. Вот. Либо вы скажете своему психологу о том, что произошло, и увидите, как это решается профессионально. Дальше. Ситуация не дурацкая. Я бы даже сказал больше, что ситуация в целом хорошая, в целом положительная. Вы значит, почувствовали себя, ну, почувствовали себя живой, почувствовали, что можете иметь чувство, это здорово, это здорово, это прекрасно, я так думаю. Вот. Но то, что вы считаете это дурацким, что-то вы считаете ситуацию дурацкой, это, опять же, ваше подавление прорабатывает. то есть, опять же, вы себя ограничиваете, опять же, вы себя как-то, как-то подавляете, опять же, вы себя критикуете, да, обесцениваете свои чувства. Дальше, вы пишите, мой психолог не женат, насколько я могла понять, он живет в своей работе. Вот это один из ключевых ключевых моментов. За рубежом существуют определенные критерии людей, которые могут заниматься психологической работой, психотерапевтической, бракской и так далее. В первую очередь, в первую очередь, это люди, которые являются во всех отношениях удовлетворенными. То есть, это люди, у которых порочен доход. Ну, минимальный хотя бы, да, чтобы чувствовать себя лучше, ну, чтобы чувствовать себя хорошо. Это люди, у которых есть регулярная сексуальная жизнь. Это обязательно. Это люди, которые пролечены сами. Да? Это люди, которые отдыхают, которые могут наслаждаться жизнью. И так далее. спрашивают. Ваш психолог не женат, что говорит о том, что он не удовлетворен своей сексуальной жизнью. Ну, у него нет сексуальной жизни. И как бы там что ни было, как бы там что ни было, не было, да, все равно человек посылает определенные невербальные сигналы, да, вот он мужчина, он не удовлетворен, он как бы не женат, и это накладывает отпечаток. Потому что, например, если бы он был женат, то вы бы, возможно, и не влюбились бы в него, да. Вот. То есть, вот это нарушение этики вообще-то для психолога, то есть, психолог подберегает большие опасности себя и клиентов, работая, не соблюдая условий, которые необходимы для того, чтобы клиент и он был максимально защищенный. Вот. Поэтому в следующий раз вам, если вы будете обращаться к психологу, вам стоит обращаться к психологу женатому, вот, если вы хотите именно работать с мужчиной, ну, и, соответственно, таких проблем уже не будет, потому что у вас даже надежды не появятся, что что-то может быть, и у психолога будет своя семья, что-то также будет обеспечивать наиболее объективное и спокойное отношение к тому, что может произойти. вы пишете, бывали ли такие случаи в истории или в вашей практике, чтобы пациенты и психолог продолжали общаться близко после окончания терапии. Ну, случаи такие, конечно, есть, но в моей практике бытует в основном случаи, что человек общается близко только пока ему нужна помощь, как только человек всю необходимую для себя помощь получает, он, как правило, отдаляется, потому что мы ведь учим людей полноценности, мы учим людей свободы, мы учим людей удовлетворенности, мы учим людей любви к себе в первую очередь. Ну, вот, и как бы поскольку психолога и клиента редко что-то объединяет помимо работы, вот, и вообще-то говоря, так и должно быть, если это является необходимым условием для работы успешности, вот, то клиент и психолог практически никогда не общаются после окончания работы, вот, но такие случаи бывают, то есть, такие случаи бывают, возможно, но для этого необходимо, чтобы консультации закончили, консультации прошли, консультации завершили, чтобы человек, значит, получил необходимую помощь, чтобы человек пожил в новых для себя реалиях, то есть, чтобы он не сразу после, знаете, окончания работы, да, чтобы он сразу прямо вот начал общаться с психологом, вот, и уже после этого, если у клиента возникает желание, то он, в принципе, вполне может позаимодействовать с психологом, если у него, у него есть к этому стремление, то есть, в самом по себе, в самом по себе этом явлении нет ничего плохого, нет экстраординарного, просто, как правило, этого не происходит, знаете, именно ввиду отсутствия общих интересов между людьми, понимаете, какая, какая история, ввиду отсутствия, ввиду отсутствия чего-то общего между людьми, вот, вот, это ответ на ваш вопрос. Дальше, я влюбилась, значит, в своего психолога, пишите вы. Ну, сразу хочется сказать здесь, что ваш текст, вот, ваша фраза, да, я влюбилась в своего психолога, кроет себе ответ сразу. ибо дело в том, что влюбленность, влюбленность, не любовь, и если вы чувствуете влюбленность, это скорее попредственность в чем-то, что и подтверждается вашей информации о том, что вы с ужасом представляете себе время, когда консультации закончатся. то есть консультации вам нужны, консультации вам необходимы, вы чувствуете, что они вам необходимы, вы нуждаетесь в них, и это ключевой момент здесь, ибо люби вы человека любовью, ну, скажем так, зрелый, да, любивый человека любовью, значит, ну, полноценный, вы бы не боялись того, что консультации завершатся. Вам бы это было попросту все равно быть, любить, потому что любить можно на расстоянии, но вы не можете так, вы не можете так, поэтому влюбленность, влюбленность здесь, это именно потребность, именно какая-то потребность, какое-то желание. В чем желание? Какая потребность? Сказать, конечно, нельзя, потому что, ну, нужно изучить вас, нужно изучить вашу историю, но по общему правилу влюбленности, это вот она такая. Дальше, я замужем уже 4 года. Ну, это на самом деле ничего не решает, это на самом деле не аргумент ни разу, потому что замужем вы можете быть и больше, и меньше, зависит от того, как вы воспринимаете своего мужчину, как вы воспринимаете своего мужа, вот, что он для вас представляет из себя, вот, и, собственно говоря, что вам в нем нравится, а что не нравится. А я обратился за помощью в связи с кризисом личности, пишите вы. интересная проблема, надо сказать, кризис личности, мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы просто раскрыли бы значение, что для вас такое кризис личности, вот, но, что все это вы вправе оставить в тайне. Ага, ну, вы пишете, да, вы пишете проблему свою, почему вы обратились к психологу, соответственно, я даю обратную связь. Мой психолог старше меня на 12 лет. Ну, это, как правило, перенос, не простой перенос, а перенос отца. То есть, это неудовлетворенность отношениями именно с отцом. Ага, недолюбленность именно со стороны отца. Вот. Проблемы именно со стороны папы. Именно именно проблемы со стороны есть либо престрелявка к опцу достаточно сильная вот у вас. Либо наоборот есть серьезное отдаление, отстранение. отца. От вас. И соответственно, перенос произошел на психолога. Вот. То есть, это не случайно, что вас привлек именно человек, который старше вас именно на двенадцать, ну, на двенадцать лет. То есть, это не молодой человек, да, как бы вашего возраста как муж, а это 12 лет, это около сорока. Ему получается, да, примерно, тридцать девять. Ну, если мат 27, ему тридцать девять. Ему тридцать девять. Вот. Ага, и... Тут нужно работать с отцом. Аноним. Вы аноним? Да, вы аноним. Тут нужно работать с отцом, потому что я не знаю, опять же, изначально проблемы ваших, да, но что-то вот с вашим папой было не так. Ну, именно в отношениях. Именно в отношениях. Дальше идем. Так, мы с ним работаем чуть больше месяца. Ну, это достаточно маленький срок. Значит, у вас, получается, был голод, у вас была потребность. Вы с мужем вероятно вообще не могли никак раскрыться. Вероятно, с мужем вообще никак не могли проявить свои чувства. Не было у вас такой возможной возможности. Вот. видимо, видимо, видимо не было. Видимо не было, я не знаю. Вот, но если 8 месяцев, это очень маленький срок. Это очень маленький срок для появления чувств. Это означает, что вы были готовы к этим чувствам. вы хотели этих чувств, вы нуждались. И вероятно, что эти чувства стали одним из первых проявлений вашего изменения, ваших, да, ваших изменений. Вот. хотя, безусловно, хотя, безусловно, нельзя со стопроцентной уверенностью говорить об этом, да, то есть, все это область предположений. Он мне реально помогает справиться с моими проблемами, я чувствую себя намного спокойнее, увереннее в последнее время. Вторая часть предложения мне понравилась, первая часть предложения мне понравилась, потому что проблемы не справляются. Даже Муч обратил на это внимание, это здорово, опять же, тут важно, что это значит для вас. Вот, именно, конкретно для вас, что это значит. Потому что муч обратил внимание в силу изменений у вас, это хорошо, что он обратил внимание, значит, ему не все равно. Но важно, важно, что это значит для вас. То есть, какую информацию вы читаете, читаете, ну, по этому явлению, явлению. То есть, вот, муж обратил внимание на то, что вы нас от изменили, да, на то, что вы стали другой. Вот, муж обратил на это внимание, все хорошо, вроде бы, все здорово, вот, но как это восприняли то есть, вам понравилось, что он это сделал, что он обратил на это внимание, вам не понравилось, что он обратил на это внимание, вы почувствовали себя спокойнее, когда он обратил на это внимание, или вы наоборот почувствовали себя неспокойнее, когда он обратил на это внимание. Вот. Как это не парадоксально, значит, мы им отношения улучшились, стали больше шутить, научились сглаживать острую углы. Но это, опять же, скорее вследствие ваших перемен, да, к влюблённости это отношения не имеет. Это скорее дружеское что-то, взрослое. Вы стали более взрослые. Моя влюблённость меня всё больше беспокоит. Я, знаешь, такой перенос в психологии, но мои знания не помогают мне избавиться от моих чувств. Ну, нужно признать. То есть не рационализировать, да, как это вы сейчас делаете, а нужно признать факт наличия определённой проблемы. Вот. Опять же, я не знаю, как вы работаете, в какой, в каком методе, в какой, значит, среде. Вот. Не знаю ни с какой проблемой вы работаете. Но, могу сказать, что проблема с отцом, взаимоотношения с отцом, если они имеют место быть, это достаточно глубокая тема, и это больше пример для психоаналитического рассмотрения. Вот. И как только вы получите для себя подтверждение того, что всё дело в этом, всё дело в отце. Вот. Ага. Я полагаю, что ваша влюблённость, она потеряет вот эту вот форму, которая есть у неё сейчас. Которая имеет место быть у неё сейчас. Вот. Поэтому просто знания о переносе, вы правы, здесь не помогут. Тут я с вами, с вами согласен. Это так. Дальше. Я не представляю себе тот момент, когда скажу своему психологу, что я прекращаю наши консультации. Ну, опять же, опять же, то, что вы говорите, свидетельствует о том, что отсутствует как таковой план работы. То есть, понимаете, вы не можете сказать психологу о том, что вы прекращаете консультацию. Это решает сам психолог, ну, при наличии доверия между вами и при, значит, при, так скажем, наличии авторитета у него для вас. Вот. Вы не можете прекратить консультацию сами. Это не так работает. Вот. Опять же, здесь возникает вопрос того, насколько вы обговорили рамки, границы и тип вашей работы и вашего взаимодействия. Так, значит, я не представляю себе момент. То есть, для вас момент прекращения консультации с ним – это потеря. Это потеря. И мне думается, что сам факт этой потери нужно рассмотреть. То есть, подумайте, вот представьте себе эту ситуацию, да, представьте, что вы говорите, что вы чувствуете, что вы теряете по вашему мнению для себя, что вы теряете. Вот. На это нужно обратить внимание. Вот. На это нужно обратить внимание. На то, что вы теряете. Потому что потеря, потеря здесь является, ну, пожалуй, самым главным моментом. Это то, что наиболее болезненно для вас. Это то, что наиболее неприятно для вас. И, соответственно, с этим нужно работать. Может быть, проблема ваша заключается в том, что вы никогда не имели такого собеседника, как ваш психолог, никогда не были на равных, значит, ну, с ним, с человеком каким-либо. Так, на равных. Таким образом, на равных. Вот. И вы просто не хотите терять, потому что вот вы почувствовали силу, почувствовали себя равной, наконец-таки. А тут вдруг это всё прекращается. Вот. И тут нужно понимать, что если действительно в этом дело, то это можно трансформировать в стимул для вас окружить себя соответствующими людьми, которые бы давали вам то, что нужно. То есть, пока это даёт только психолог, а при правильной постановке вопроса вам будет давать это каждый человек, с которым вы будете взаимодействовать, ну, с которым будете выстраивать хорошие адекватные отношения. Так, чтобы это удовлетворяло, в первую очередь, вас. Тут, конечно, нужно исследовать, как вы выстраиваете отношения с людьми, что является важным при выстраивании отношений с людьми, ну и так далее. Дальше, я хотел бы продолжать с ним общение, хотя бы в качестве хороших знакомых, но это, наверное, невозможно. Ну, понимаете, опять же, продолжать общение в качестве хороших знакомых для чего? Для чего? Продолжать общение. Зачем это лично вам нужно? Нужно. Понимаете? Вот. Это весьма и весьма важный момент, потому что, ну, во-первых, во-первых, да, знакомые друг друга не любят, что знакомых нет чувств друг другу. Вот. Это первое. Второе. Знакомые, они имеют что-то, что объединяет их. Что объединяет вас. Поэтому здесь вы немножко лукавите и себя обманываете, до тех пор, пока вы испытываете к нему чувства, как знакомые вы общаться не сможете. Это сто процентов. А дальше, наверное, это невозможно. Возможно. Значит, мне просто нравится общаться с этим человеком, мне с ним комфортно и интересно. Интересно может быть, это хорошо, а вот то, что комфортно, это стоит поисследоваться. Потому что комфортно вам в идеале должно быть со всеми, в том числе и с собой. Что он ко мне чувствует, я не знаю. Иногда мне кажется одно, иногда другое. Ага. Ну, я думаю, что он, скорее всего, к вам тоже испытывает симпатию, но другое дело, что это не профессионально. Вот. И то, что вам кажется одно, что то другое, это тоже подраздляет. Потому что отношение, оно должно быть ровным, если только не используется определенная методика, которая потом, после того, как она использована, клиент извещается. Вот. Или предупреждается заранее, что могут быть использованы методики, в ходе которых отношение психолога будет меняться. Вот. Он профессионал, в любом случае, не показывает мне своих чувств, даже если у него есть какая-то симпатия ко мне. Интересный момент, знаете, аноним. Мне бы хотелось, чтобы вы вообще во всей этой ситуации вспомнили про своего мужа. Вот вы так говорите про психолога, про его симпатию к вам. Вот. А как поживает в это время ваш муж? Какая роль у вас в самом этом уготована ему? Есть ли у вас чувства с мужем? Понимаете? Ведь в теории, в теории, вы бы могли с психологом стать парой и даже стать семьей. Но для этого вам, как минимум, нужно уйти от своего мужа, если вы поняли, что вы мужа не любите. Вот. Знаете? Уйти от него, побыть одной, посмотреть, встречаться с мужчинами обязательно. Вот. Разобраться еще в себе, потому что после развода, как правило, это нужно будет. И потом, потом начать общаться с психологом. Уже как человек, просто предложив ему общение. И в этом случае возможно ваше сближение. Но определите свое отношение к мужу, кто и что он для вас. Понимаете? А иначе странная ситуация возникает. Очень странная ситуация возникает. Когда, вроде бы, вы испытываете влечение к человеку, вроде бы у вас какие-то чувства есть, но при этом есть муж. И как бы непонятно, а вот психолог вам свои чувства покажет, допустим, да? Ну, в теорию. Опять же. И... и что дальше? Ну, он покажет вам и... Что будет? Что будет? Да? А ничего не будет? Потому что вы замужем. Так что здесь нужно, на мой взгляд, все-таки думать на перспективу. То есть, если вы влюбились в своего психолога, то это не означает, что психолог станет вашим мужчиной, но это означает, это означает, что между вами и вашим мужем есть проблема отношений, проблема чувств. И это означает, что вам нужно просмотреть именно ее, именно вот, проблему ваших взаимоотношений с мужем, в первую очередь. Понимаете? Понимаете? Какой, какой момент, какая история. И уже потом думать о будущем. Вот. Это я даже не говорю о том, откуда влюбленность у вас ввелась, каковы ее причины. Об этом я даже не говорю. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если вам остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!